Я собираюсь сделать нечто уникальное, я не думаю, что это когда-либо делалось раньше. Сегодня вечером я собираюсь разоблачить Мухаммеда, Коран и Мекку. Я собираюсь сделать все эти три раза сегодня, используя только свидетельства 7 века. Из века, в котором жил этот человек, из века, в котором предположительно была явлена эта книга, и из века, в котором существовал этот город. Так что потерпите, много информации, и я должен сделать это за один час. Поэтому я попрошу вас не смотреть на меня, а смотреть на экраны. Потому что мы проскочим этот материал молниеносно. Отложите ручки, вы не успеете. Перестаньте разговаривать с соседями, они наверняка будут смотреть сюда. А потом, поскольку на это уйдет целый час, а возможно и чуть больше, я бы хотел услышать ваши вопросы. Но я не могу сделать это отсюда. Поэтому мы закроем собрание, а затем я вернусь сюда, на передний план. И если у кого-то из вас будут вопросы, которые вы хотите задать мне, то, пожалуйста, задавайте. Но прежде я хочу представить несколько книг моего хорошего друга Джорджа Сейга, который стоит на заднем плане. Когда вы пойдете в фойе, пожалуйста, посмотрите на эту книгу. Это книга, которая действительно противостоит Корану. Ее написал Абдулла Абдель Аль-Фади. Я собираюсь рассказать об этой книге. О ней мы поговорим позже. Это книга номер один, которая действительно поставила крест на рукописях Корана. Я расскажу о некоторых возражениях мусульман. Вот это работа Клэр Тизделл. Она существует уже сто лет. И я не знаю, почему я должен вот это рекламировать, ведь это я хожу по Британскому музею и рассматриваю Библию как альтернативу Корану. Но это видео, DVD, которое поможет вам в этом. Итак, давайте перейдем к исторической критике ислама. Небольшой обзор. Почеркиваю, небольшой. Что ж, давайте отправимся в путь. Что я собираюсь делать? Я собираюсь рассмотреть четыре области. Я рассмотрю проблему с источниками. Затем я займусь Меккой. Перейду от нее к Мухаммеду. А от него к Корану. Мы закончим на Коране, потому что это самый разрушительный материал. Многое из того, что я представлю сегодня, большинство из вас никогда не видели раньше. А если и видели, что ж, замечательно. Благослови вас Бог. Потому что тогда вы, возможно, немного поймете. Но большинство из вас это будет в новинку. Какие претензии предъявляют мусульмане к стандартному исламскому нарративу? С и Н. Син. Сегодня мы разоблачим эту тему. Стандартное исламское повествование таково. Существуют ли традиции? Это то, что должен знать каждый мусульманин. Хотя каждый мусульманин, будь он радикальным, номинальным или либеральным, как он ходит, говорит, ест, пьет, спит, зависит от этих традиций, от стандартного исламского нарратива. Все они верят, каждый мусульманин верит, что Мухаммед был последним и величайшим пророком. Он родился в Мекке в 570 году, умер в Медине в 632 году. Он создал ислам как парадигму для всего мира и получил Коран как свое последнее откровение. Таким образом, Коран — это его откровение, ниспосланное между 610 и 632 годами. Это величайшее, единственное, идеально сохранившееся откровение. Согласно исламу, последнее откровение. И он исправляет все, что было до него. Поэтому ислам, естественно, не считает своей окончательной религией, основываясь на жизни Мухаммеда и на учениях Корана. Вывод. Ну, очевидно, что они зависят от трех вещей. Книги, человека и места. Именно с ними мы и столкнемся сегодня. С книгой, человеком и местом. Книга — это Коран. Человек — это Мухаммед. А место — это Мекка. Поскольку все эти три составляющие являются основополагающими для ислама, и без одной из них две другие рушатся. Мы должны исследовать все три. И мы сделаем это сегодня, но в VII веке и в центральной части Аравии, Хиджазе, где расположены Мекка и Медина. Для этого нам нужно начать с источников. Куда мы отправимся? Откуда взялись все эти истории? Все, что мы знаем о Мухаммеде, все, что мы знаем о Мекке, все, что мы знаем о самой книге, должно происходить из какого-то источника. Давайте посмотрим на этот источник. Потому что это подчеркнет, почему сегодня есть проблемы со всем остальным. Для этого я хочу, чтобы вы посмотрели на эту карту. Это карта Ближнего Востока, Аравия. Согласно стандартному исламскому повествованию, империя Мухаммеда охватывала эту коричневую область. Что ж, посмотрите на коричневую область. Это то, что существовало в исламе до 632 года, когда он умер. И вот наступает период рашидунов. Это Абубакр, Умар, Усман и Али. Первые и последующие четыре халифа. Они охватывают эту оранжевую область. Таким образом происходит расширение. А затем появляется династия Амиядов, которая, по их мнению, является первым настоящим большим халифатом. Это фиолетовая зона. Сегодня меня не слишком волнует фиолетовая область. Я хочу посмотреть на коричневую и оранжевую области. Именно на них я хочу взглянуть. От Триполи на западе до Афганистана на востоке. От Турции на севере до Йемена на юге. Потерпите. Давайте перейдем к ней. Вот что они говорят. Это их рассказ. Это не мое изложение. Они говорят, что Мухаммед родился в 570 году. Коран был открыт в 610 году. Затем он переезжает из Мекка в Иерусалим. Поднимается на седьмое небо. Встречает Аллаха. Спускается вниз. Встречает Моисея и узнает, что тот молился 50 раз. Моисей говорит, спустись. И вот он скачет туда-сюда между седьмым и пятым небом. И сокращает количество молитв с 50 до 30, с 20 до 10, с 10 до 5. Это происходит в 621 году. Затем он покидает Мекку, перебирается в Медину в 622 году. Приходит и захватывает Мекку. Побеждает Мекку в 630 году. А затем умирает в 632 году. Такова жизнь Мухаммеда согласно их традициям. После его смерти власть на два года переходит к Абубакру. Он умирает мирно. Затем приходит Умар, который управляет страной в течение 10 лет. Он не умирает мирно. Его убивают. И затем, конечно, приходит Усма, который пробыл у власти около 12 лет, после чего был убит. Но пока он был халифом, Коран был окончательно доработан. Так был создан Коран. Книга, которую мы будем рассматривать сегодня. Эта книга, которую я держу в руках, написана Усманом. Это вам скажет каждый мусульманин. А когда его убили, власть перешла к Алии, который продержался всего 5 лет, после чего потерпел поражение в битве при Сифине от Муавии. Итак, вывод. Ислам полностью сформировался в хиджазе к 661 году. Так говорят. Нет. Вы все верите в это? Пока что мы скажем «да», хорошо? И примерно через час вы сможете потом сказать «нет». Но пока давайте просто скажем «да». Следуйте за мной. А теперь вопрос. Все, что я вам только что рассказал. Как и откуда вы это получаете? Ну, вы будете надеяться, что от людей, которые действительно жили в то время, верно? От людей, которые действительно жили там, верно? От очевидцев. Как в случае с Иисусом. Матфея, он был очевидцем. Иоанн, он был очевидцем. И можно надеяться, что то же самое произойдет и с исламом. Что ж, давайте посмотрим, что мы найдем. Чтобы узнать, кем был Мухаммед, все, что у нас есть и все, что я вам только что показал, нам нужно обратиться к источникам всех этих историй. Итак, Мухаммед умирает в 632 году. Первый источник, который мы получаем, это его биография, известная как Сира. Кто же написал биографию? Кто-то, кто знал Мухаммеда, верно? Нет. Первым, кто, они как утверждают, записал ее, был Ибн Исхак, который умер в 765 году. Это через 130 лет после Мухаммеда. Есть ли здесь проблема, друзья? Ладно, следуйте за мной. Давайте я перейду к вам. У нас нет Ибн Исхака. Мы должны обратиться к этому парню, Ибн Хишаму. Именно он записывает то, что говорит Ибн Исхак. Выбрасывает большую часть и сохраняет только то, что ему нравится. Он умирает в 833 году. После него идет Аль-Вакиди, который умирает в 835 году. Это все, что мы знаем о Мухаммеде. От Ибн Исхака ничего не известно. Так что давайте просто избавимся от Ибн Исхака. Но это не единственное, что у нас есть. Это не единственное. У нас есть огромное количество материалов о Мухаммеде, о том, что он говорит. Это известно как хадисы. Хадисы – это изречение Мухаммеда. Впервые они были записаны Аль-Бухари. Посмотрите на его дату. 870-й год. Вы думаете, что Ибн Исхак был достаточно плох? Это 240 лет спустя. А после него есть другие, такие как Сахих Муслим, Ибн Дауд, Тирмизи, Маджа, Бухари, а затем Ибн Ан-Нисай. Это 6, как они считают, авторитетных сборников хадисов. Но посмотрите на них. Все они относятся к 9-му и 10-му векам. Верно? Затем у вас есть еще один. Два жанра того, что мы знаем как стандартный исламский нарратив. Это Тафсир и Тарих. Тафсир – это комментарий, который объясняет Коран. И, конечно, Тарих – это история всего человечества вплоть до Мухаммеда. Впервые их записал Ат-Табари. Посмотрите на его дату. Он умер в 923 году. Я специально ставлю даты их смерти. Потому что все было написано в пределах 20 лет до даты их смерти. Именно тогда они и были написаны. Но все можно было изменить и продолжать манипулировать вплоть до их смерти. Заметьте, все, что я вам показал, начинает записываться только через 200 лет. Через 200 лет после смерти Мухаммеда появляется Сира, затем Хадисы, еще через 240 лет. И только в 10-м веке появляются Тафсир и Тарих. Имя Абд-Аль-Малика я помещаю здесь, потому что это потому что он первый представил нам кого-то по имени Мухаммед. Посмотрите, когда он представил его. Он ввел его в 692 году. Мухаммед умер в 632 году. Прошло 60 лет, прежде чем он появился на мировой арене. Это беспокоит кого-нибудь из вас. Но Мухаммед, о котором мы будем говорить, Мухаммед Ислама, этот Мухаммед был представлен этими людьми, аббасидами. Они и пришли к власти в 749 году. Мухаммед, которого мы видим, полностью их изобретение. У них было 84 года, чтобы окончательно записать его биографию. И около 100 лет, чтобы записать его изречение. И, конечно, два других жанра. Таким образом, Мухаммед был явлен через 84 года после того, как аббасиды создали его. Через 141 год после того, как он был впервые представлен. И через 200 лет после того, как он якобы жил. Все это слишком поздно. Кроме того, давайте посмотрим на людей, которые его представили. Посмотрите, где они жили. Все, о чем нам рассказывают, происходит в Мекке и Медине. Это Хиджаз. Это центральная часть Аравии. Вот эти два зеленых круга. Однако все авторы этих традиций работали в Багдаде, который находится в 1200 милях на севере. Ибн Хишам родился в Басри. Он вырос в Каире, но работал в Багдаде. Каир находится в 990 милях от Мекки. Басра находится в 1200 милях от Мекки. У вас есть Аль-Бухари, который написал хадис. Он родом из Бухары, что в Узбекистане. Это 2600 миль. Ат-Табари, написавший Тафсир и Тарих. Он родом из Табаристана, северного Ирана. Это 1700 миль. Никто из традиционных авторов не жил и не работал в Мекке или Медине. Все они были слишком далеко к северу от Мекки и происходили с запада и востока от Багдада. Именно из этих северных районов и происходят аббасиды. Вы начинаете улавливать суть? Здесь есть одна проблема. Все, что мы знаем о Мухаммеде, все, что мы знаем о Коране, все, что мы знаем о Мекке, появилось на 200-300 лет позже и на сотни миль дальше на север. Слишком поздно и слишком далеко. Хорошо, скажете вы, но ведь то же самое происходит и в христианстве. У нас та же проблема, не так ли? Давайте сделаем такое же применение. Давайте посмотрим на наш Тафсир. Давайте посмотрим на наши хадисы. На самом деле, давайте применим тот же самый жанр, который мы только что рассмотрели, чтобы понять, кто такая книга, человек, место и применим его к Иисусу Христу. Потому что у Иисуса Христа тоже есть сира. Это биография Иисуса, написанная Матвеем, Марком, Лукой и Иоанном. Я правильно понимаю? У него также есть хадисы. Это изречения Матвея, Марка, Луки и Иоанна, написанные красными буквами. Каждый раз, когда Иисус говорит, это красные буквы. Что ж, у нас также есть хадисы Иисуса. У нас также есть Тафсир. Это комментарии, написанные Павлом. Опять же, комментарии к тому, что говорил и делал Иисус. Затем Павел отправился в Ефес, Каримф и Филиппы. Это и есть комментарии. Кроме того, у нас есть Тарих, то есть истории. Это книга Деяний, написанная Лукой. Таким образом, в христианстве есть те же четыре жанра, что и в исламе. Я возьму самые либеральные даты, которые смогу найти. Я наступлю на все ваши пальцы. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я делаю это не просто так. Итак, давайте посмотрим прежде всего на Тарих Иисуса. История Ранней Церкви, написанная Лукой между 52 и 62 годами нашей эры. То есть в течение 20-30 лет у вас уже есть записанный Тарих Иисуса. Если посмотреть на Тафсир в послании Павла, то он был убит в 65 году нашей эры. Он писал в течение 50 лет после смерти Христа. Таким образом, в течение 50-34 лет у вас уже есть комментарий Павла, записанный Тафсир. Что касается сиры и хадисов, то первым автором, записавшим их, был Марк, 70-й год нашей эры. То есть в течение 37 лет. За ним следуют Матвей и Лука, через 80 лет после них. И, наконец, мы заканчиваем Иоанном, который последним написал сиру и хадисы Иисуса. Это в пределах 57 лет. Это означает, что в течение 29-57 лет все хадисы, сиры, Тафсиры и Тарихи Христа были собраны вместе. Все авторы Нового Завета жили в тех же местах, где жил Иисус. Либо знали Его лично, как Иоанн и Матфей. Либо получали материал от других людей, которые видели, что Он делал, и слышали, что Он говорил, как Марка и Лука. Вы проводите сравнение между этими двумя жанрами? Когда мы сравниваем эти два разных жанра литературы, христианство знает все о книге «Человеке мести» в течение 15-60 лет, а исламу приходится ждать 200-300 лет. Как вы думаете, кто из них более авторитетен? Посмотрите на сравнение, друзья. Слава Богу, у нас нет такой проблемы. Для сравнения. Если бы мы полагались на источники об Иисусе по сравнению с тем, что мусульмане полагают о Мухаммеде, Иисус начал бы появляться только в третьем веке. Как бы мы Его тогда защищали? Однако никто не задает тот же вопрос исламу, пока мы не сделали это сегодня. Поэтому я собираюсь сделать еще один шаг вперед. Помните, я только что закончил рассказывать вам о том, что Ибн Хишам написал Сиру Иисуса, а умер он в 833 году, то есть через 200 лет после событий. Я солгал. У нас нет ничего от Ибн Хишама. Нет ничего, что было бы написано этим человеком в 9 веке. Так откуда же взялась эта книга, которую вы все должны прочитать? Если кто-то из вас изучает Мухаммеда, то должен прочитать «Жизнь Мухаммеда» Альфреда Гийома. Это стандартный труд, к которому все должны обращаться. Как вы думаете, откуда она взялась? Не от Ибн Хишама. Он принадлежит вот этому господину. Генрих Фердинанд Вюстенфельд, немецкий ученый, арабист, живший в 1800-х годах, который в течение двух лет между 1858 и 1860 годами ездил в четыре разных немецких города. Это в Европе. В разные школы. И, конечно, в разные библиотеки. И он просто начал собирать все, что можно было найти об этом человеке по имени Мухаммед. Собрал все это за два года и опубликовал в 1860 году. Это биография, которую вы все должны прочитать. Потому что она была взята Альфредом Гийомом и переведена сначала на французский, а затем на английский. Все, что мы знаем о Мухаммеде, пришло от этого немецкого ученого. А ведь ему всего 160 лет. Человек, от которого мусульмане зависят, чтобы узнать, кто их пророк или что он делал, это пожилой немецкий лингвист, который написал историю Мухаммеда 160 лет назад, таким образом опоздав более чем на тысячу лет. Представьте себе, как они будут защищать это. Если здесь есть мусульмане, как вы теперь будете защищать своего пророка? Посмотрите, как поздно все появилось относительно того, что он сделал там, предположительно в 7 веке. Вы можете видеть дилемму для ученых сегодня. Их выводы таковы. Ислам в том виде, в котором мы его знаем, не существовал в 7 веке, а развивался в течение 200-300 лет. Коран, вероятно, не был открыт одному человеку за 22 года, как говорят на мусульмане, а скорее всего развивался в течение 50-100 лет. Вывод. История ислама, по крайней мере, со времен халифа Абд-Аль-Малика со 685 по 705 год и ранее, является позднейшей выдумкой. Если это было так, то проблема в том, что нам делать. Вы видите, что их беспокоит? Они говорят, куда нам нужно идти. Я бы предложил вернуться в 7 век, поскольку мы не можем доверять 9 и 10 векам в том, что делал Мухаммед, или каким был Коран в 9 и 10 веках. Давайте вернемся в век, когда жил Мухаммед. Давайте вернемся в век, когда существовала Мекка. И вернемся в век, когда была написана эта книга. Итак, давайте начнем с Мекки. Почему я хочу начать с Мекки? Сейчас вы поймете почему. Мекка имеет огромное значение. Помните, что ислам держится на трех ногах. Если вы убираете одну из ног, две другие рушатся. Что ж, если вы начнете с книги «Человека и места» как три ноги, и если вы начнете противостоять Мекке, все начнет шататься. Как только вы отбросите Мекку, все остальное рухнет. Потому что если нет Мекки, то не важно, кто такой Мухаммед, как его зовут и где вы его найдете. Он не в Мекке, верно? А если его нет в Мекке, то о каком Мухаммеде идет речь? И не важно, какой Коран мы рассматриваем, он не из Мекки. Если он не из Мекки, бинго, значит у вас другой Коран. Так что давайте сначала отбросим Мекку. Давайте начнем с Мекки и посмотрим, что нам удастся найти. Вот что они утверждают. Согласно традициям, согласно стандартному исламскому нарративу, Мекка – это место, куда были сброшены Адам и Ева. В главе 7 стиха 24 Корана они были изгнаны из Эдемского сада в Мекку. Очевидно, что это самый древний город в истории, верно? Чтобы иметь город, должны быть люди. А до Адама и Евы не было никого. Так что очевидно, это самый древний город в истории. Именно здесь жил Авраам, согласно главе 21 Корана, стих с 51 по 71. Это 1900 год до нашей эры. Поэтому он должен был существовать уже тогда. Это также центр торговли с севера, юга, востока и запада. Что ж, это должно быть одно из самых известных и задокументированных мест в истории. Согласно Корану, он также является центром истории. Но вот в чем проблема. Откройте Коран и посмотрите, сможете ли вы найти в нем слово Мекка. Вы найдете его только один раз в главе 48 стих 24. Это место, которое не так часто упоминается, за исключением одного раза. Это место пророка. Что ж, давайте посмотрим, что говорится о месте пророка в Коране. Согласно главе 6, это мать всех поселений. Это место, куда были изгнаны Адам и Ева, согласно главе 7. Однако единственное упоминание, которое мы можем найти, это глава 48 стих 24. Если это такое важное место, почему здесь только одно упоминание? Если вы посмотрите на традиции, которые были написаны гораздо позже, то они написаны в 9 и 10 веке. Сейчас Мекка существует. Это не проблема. Но посмотрите, куда она помещена. Обратите внимание на то, что говорят традиции. Место пророка, которое является Меккой, находится в долине. Имеет параллельную долину. В ней протекает ручей. Прямо перед ним находятся руины соляного столба. Там есть поля, деревья, трава, фрукты, глины, суглинок и оливковые деревья. Друзья, похоже, там довольно много зелени. Я прав? Много растительности, много воды. Посмотрите на Мекку. Там нет ручьев. В Мекке их нет и никогда не было. Исторически сложилось так, что там никогда не было воды. Так что очевидно, о чем бы ни шла речь в традициях, это не та Мекка, которую мы знаем сегодня. Когда вы посмотрите на Коран и распакуете его, вы заметите, что в нем очень много ссылок на географические места. 65 географических ссылок, но только 9 мест названы. И снова и снова упоминаются эти люди из Ада. 23 раза эти люди из Ада. Это библейский уз. 24 раза люди из Фамуда. Это Набатеи. В 7 раз больше народа из Мадиама. Это Мадианитяне. Но взгляните на карту и посмотрите, где все они расположены. Они находятся в Иордании. Мекка находится в самом низу карты. Вы видите ее внизу? Здесь 600 миль. Если бы этот пророк ежедневно общался с этими людьми из Ада, у него должен был бы быть вертолет или самолет, чтобы преодолеть 1200 миль за один день. В те времена у них не было вертолетов. Вы видите проблему, друзья? Очевидно, что кто бы ни был этот пророк, который поддерживает отношения со всеми этими людьми, он либо должен был жить там, либо это не более чем вымысел. Когда мы смотрим на пророков, пророк за пророком. Адам и Ева, Сив, Измаил, Ной, Худ, Салях, Царица Савская, Даниил. Все они были похоронены в Мекке. Более 300 пророков похоронены в Мекке. Когда их хоронили, их хоронили в коленопреклоненном положении, чтобы они сохранились в таком положении. Если бы это было так, то они и сегодня должны быть там. Я прав? Посмотрите на огромное количество зданий, которые строятся вокруг Мекки. То здание, которое вы видите, это четвертое по высоте здание в мире. Когда вы посмотрите на нее, вы заметите все здания вокруг нее. Для того, чтобы построить что-то такое высокое, необходим огромный фундамент. Когда они строили эти фундаменты, они должны были встретить хотя бы одного пророка. Но они не нашли ни одного. Напрашивается вывод, что ни один из этих пророков не был там похоронен. Если бы все вышесказанное было правдой, это означало бы, что почти всю Библию пришлось бы переписать. Поскольку все наши пророки находятся на 600 или 1000 миль южнее. Когда же появилось первое упоминание о Мекке? Это происходит из апокалипсиса псевдомефодия в контексте арабской Византии, 741 год нашей эры. Мухаммед умер в 632 году, если он вообще жил. Это более чем через 100 лет после того, как мы получили первое упоминание о нем. А что насчет карт? Есть ли Мека на какой-нибудь карте? В Толемее лучший источник, к которому можно обратиться, потому что он составил географию Аравии. Есть люди, которые взяли его географию и составили собственные карты, как Лейнхард Холл в 1400 году. Обратите внимание, что на карте нет Мекки. Вот еще одна карта, составленная Лореном Фризом в 1541 году. Заметьте, там тоже нет Мекки. А вот еще одна карта, составленная Себастьяном Мюнстером в 1571 году. Та же проблема. Мекки просто не существует ни на одной из этих карт. Вот карта седьмого века, которая была отредактирована до седьмого века. Вы видите на ней Мекку? Я нет. Вот еще одна карта, отредактированная до седьмого века. Можете ли вы найти Мекку на любой из этих карт? Ни на одной. Что ж, Птолемей, видимо, не знал об этом месте. Если посмотреть на киблы, все они указывают направление молитв. Помните, что во второй главе Корана все киблы были направлены в Мекку, согласно самому Корану. Дэн Гибсон, который проделал лучшую работу в этой области, проверил более сотни мечетей и изучил все их киблы. И обратите внимание на то, что он обнаружил. С седьмого по восьмой век вплоть до 706 года все киблы направлены на Петру. Ни одна кибла не обращена в сторону Мекки. В восьмом веке вы все еще не найдете ни одной мечети, обращенной к Мекке. И только в 715 году первая мечеть обращена к Мекке. О чем это говорит? В течение ста лет они не знали, где находится Мекка. И вообще, посмотрите, где находятся все эти киблы. Они прямо там, в Медене, в Китае, в Индии, в Сирии, в Египте, в Израиле, в Иордане, по всему миру. И при этом никто из них, похоже, не знает, где находится Мекка. Более ста лет они не знали, где находится Мекка. Неужели они были настолько безграмотными? Или Мекка вообще не существовала? Теперь мы переходим к теории торговых путей. И здесь Монгомери Уот помог мусульманам. Он попытался помочь им, показав, что вы можете найти Мекку, если просто посмотрите на торговый путь. Торговля шла через Мекку. Раньше торговля шла через Персидский залив, Басру, через Ирак, Сирию, Ливан. Но потом появились сосаниды, которые начали воевать с византийцами. И в течение двухсот лет, с пятого, шестого, седьмого веков, они перекрывали Персидский залив из-за этих войн. Пришлось перенаправить торговлю. Монгомери Уот говорит, что они отправились из Индии. И помните, что все торговые пути, идущие из Китая и Индии, не могут идти на север из-за Гиндукуша и Гималаев. Поэтому они пересекают Аравийское море, приходят в Аден на юге и идут 1250 миль до Газы на севере. Заметьте, Мека находится на полпути. И вот он говорит, что Мека контролирует эту торговлю. И поэтому Мека стала важной. Многие ли из вас верят в это? Что, никто не хочет поднимать руки? И у вас есть причина. Потому что я собираюсь разоблачить это. Но я не собираюсь разоблачать это. Доктор Патриция Кроун разоблачила это. Это женщина, датчанка, читала и писала на 15 архаичных языках. Многие ли из вас могут читать и писать на 15 архаичных языках? Возможно, она была величайшим ученым своего времени. Она умерла несколько лет назад. Она была для меня авторитетом. Именно она помогла мне, когда я начал защищать докторскую диссертацию Великобритании. Она посмотрела на эту карту и увидела две проблемы. Давайте посмотрим, видите ли вы те же две проблемы. Вот первая. Она сказала, подождите минутку. Если вы заберете все товары в Адене и пойдете вверх по так называемому западному плато, где находятся оазисы, вам придется подняться в Таиф. А из Таифа спуститься в Мекку. На высоту 3000 футов. А из Мекки вернуться в Ясриб. А из Ясриба подняться в Табук. Хайбар. А потом на север, в Газу. Видите ли вы здесь обходной путь? Вы видите обходной путь? Позвольте мне подчеркнуть, почему она так говорит. Давайте посмотрим на эту топографическую карту и обозначим города, которые находятся на торговом пути. Вот Аден. Вот Сана. Вот Наджран. Вот Таиф. Вот Ясриб. Табук. Петра. И далее до Газы. Вы заметили, что все они находятся на западном плато? Вы видите это? Вы видите это на этой топографической карте? Так где же Мека? Бинго. Прямо здесь. На 3000 футов ниже Таифа. Позвольте мне дать вам другую карту. Вот еще одна. Топографическая линейная карта. Вот Аден. Вот Сана. Вот Наджран. Вот Таиф. Вот вы видите Ясриб, Табук, Петру и Газу. Так где же Мека? Бинго. Теперь вы видите? Это далеко от западного плато. Там не было воды. Зачем вам идти из Таифа вниз на 3000 футов в место, где нет воды и корма для ваших верблюдов? А затем возвращаться обратно на 3000 футов вверх, чтобы добраться до Ясриба? Это была первая проблема. Но вот вторая проблема. Она сказала, зачем им вообще выгружать товар в Адене и ехать 1200 миль по суше, если слева есть водный путь? Почему бы просто не остаться на корабле? Даже сегодня, посмотрите, как все наши товары отправляются по всему миру. Они отправляются на кораблях, не так ли? Это самый дешевый способ отправить что-либо. А слева находится Красное море. Почему же они не поплыли по Красному морю? Она умна, потому что читает и пишет на 15 языках. Она просмотрела все торговые документы со II, III, IV, V, VI вплоть до VII века, чего никогда не делал ни один мусульманин. В 1987 году она написала книгу под названием «Мекка и торговля в эпоху ислама» и получила угрозы смерти из-за того, что она шла. Вот что она обнаружила. Она сказала, что когда вы идете и смотрите на торговлю, она идет через Аравийское море в Аден. Да, они останавливались в Адене. Они получали там провизию. Но на этом все и заканчивалось. Они не брали там никаких товаров. Они выходили в Красное море. Они плыли в Адулис. И она находила Адулис снова и снова. А потом из Адулиса поднялись по Красному морю до Петры. А из Петры в Газу. А из Газы по всему Средиземноморью. Вот что она нашла. Но она не зашла достаточно далеко. Это было в 1987 году. Мы же нашли кое-что еще. Видите ли, она не поняла, в какой части Красного моря и с какой стороны Красного моря они поднимались. Для этого нужно посмотреть на топографические карты из космоса и увидеть, где находятся каналы. Видите темно-синюю линию прямо посередине Красного моря? Сейчас я проведу по ней красную линию, чтобы вам было лучше видно. Сегодня большие корабли проплывают именно там. Но в 7 веке у них не было больших кораблей. Так куда же они плыли? Они плыли туда, где находятся оранжевые и золотые линии. Это каналы, по которым плыли лодки. Заметьте, они находятся не на аравийской стороне, а не на африканской стороне. Я прав? Что ж, в отличие от восточно-аравийского побережья, которое было засушливым, без пресной воды и, следовательно, с небольшим количеством людей, на западно-африканском побережье было много пресной воды и было больше населения. Еще раз. На западном побережье были легкодоступные порты. Мы знаем их названия. Вот они. Порты вдоль них. Осаб, Адулис, Цуакин, Беренис и Сафага. Посмотрите на даты. Все они появились до принятия ислама. Обратите внимание, что все они находятся на расстоянии одного дня плавания на лодке. Поэтому они заходили туда каждую ночь, чтобы укрыться. Они существуют с 3 века до н.э. На аравийской стороне Красного моря единственный известный нам порт называется Янбу, который поддерживал Ясриб. Так что насчет джиды, которая поддерживает Мекку? Мусульмане всегда спрашивали меня, а джида тоже существовала? Доктор Джерард Хотинг, который является мировым авторитетом в области джиды, написал об этом свою книгу. Если вы посмотрите на его книгу, он говорит, что джида не существовала до 8 века н.э. Она была создана, потому что была создана Мекка. В Мекке не было воды, поэтому ей требовалась провизия. Вот почему они создали джиду. Что ж, поскольку там ничего не было, давайте избавимся от джиды и Мекки. Бум, они исчезают с экрана. Без джиды, без Мекки, что будет с исламом? Большой Красный Крестик. А как же тогда цивилизации? Может они знали об этом месте? Давайте спросим. Доктор Патрица Кроун прошлась по всем. Она задала такой вопрос. Если Мекка самый древний город в истории человечества, то кто-то должен был о нем слышать. Поэтому она пошла и изучила все империи, чтобы посмотреть, что они говорят. Не забывайте, что она читает и пишет на 15 языках. Поэтому она читала все на языке оригинала. У ассирийцев она ничего не нашла о Мекке. Вавилоняне ничего не знали о Мекке. Римская империя ничего не знала о Мекке, как и персы. А что же те, кто был ближе к ней? Гораздо ближе. Например, на Ботее. Они ничего не знали о Мекке. Иссабейцы ничего не знали. Не знали ничего и химиориты, и азди, и хкинда, и кедориты. Никто из этих людей, включая нубийцев по ту сторону Красного моря, никто из них не слышал о Мекке. Ни единого слова. И так вплоть до восьмого века. Что это говорит вам о Мекке? Если это центр истории, если это самый древний город в истории, если это место, где жил Авраам, если вся торговля на севере, юге, востоке, западе идет через него, то почему никто не слышал о нем? А как насчет других городов, которые находились в этой области? Давайте спросим и посмотрим, есть ли они. Потому что в этом районе много городов или городков. Не совсем городов, а деревушек. Давайте посмотрим, знает ли о них история. Давайте посмотрим на Наджиран, который находится примерно в 400 милях к югу от него. Маленький городок. Но Страбон говорит о нем. Плини Старший говорит о нем. Птолемей говорит о нем. Аритас. Все это хорошо известно. А как насчет Саны, Таифа, Ясриба, Хайбара, которые находятся совсем рядом с Меккой? Да, они хорошо известны. Греки говорят об этом с шестого века до нашей эры. Они ссылаются на эти места. Мамре. У Плиния есть целая книга, посвященная его истории. Петра. Жуковский написал целую книгу об истории Петра. Мари. Об истории которого написал еще одну книгу Мухаммед Марактан. Почему все эти незначительные города упоминаются, но ни один из них, ни один из них не упоминает Мекку? Я расскажу вам почему. Чтобы понять почему, взгляните на карту, и вы поймете почему. Посмотрите на эти четыре карты. Это четыре топографических изображения Аравии. Что вы заметили в Мекке и Медине? Ну, центральная часть, где находятся Медина и Мекка, это пустыня, верно? А где пустыня, там нет воды. Где нет воды, там нет еды. Где нет еды, там нет людей. Где нет людей, там нет поселений. Где нет поселений, там нет городов. Где нет городов, там нет цивилизаций. А где нет цивилизаций, там нет и истории. Все просто. Сколько времени мне понадобилось, чтобы сказать это? 10 секунд. И вы можете сделать то же самое. У вас должна быть вода, друзья. Если нет воды, то нет и истории. Вот почему римляне называли ее «пустынной Аравией». Здесь всегда была пустыня. Вот почему никто из пророков не мог прийти туда. Никто никогда не слышал о ней. Как и на Марсе, без воды туда даже нет смысла лететь. Но мы должны туда отправиться. Давайте отправимся в Хадж. Потому что Хадж – это то место, которое вам нужно обнаружить. Если Хадж существует с самого начала, то он должен быть также архаичным. Он должен быть центром истории, я прав? Когда вы отправляетесь в Хадж, есть и те из вас, кто не сможет поехать туда, потому что вы не мусульмане. Но там они обходят это квадратное здание под названием Кааба 7 раз. Почему они обходят его 7 раз против часовой стрелки? Хороший вопрос. Я вам отвечу. Для этого вам нужно отправиться в Петру. В Петре также есть Кааба, которую вы обходите 7 раз против часовой стрелки. Почему здесь есть Кааба? Ну, вам нужно отправиться в этот город. Узнаете его? Иерусалим. Вам нужно вернуться в Иерусалим, где тоже есть Кааба. Помните, что Кааба по-арабски означает «куб». На иврите она также означает «куб». А Кааба у евреев – это святая святых. И евреи обходили ее 7 раз против часовой стрелки из-за Иерихона. Бог велел им сделать это 7 раз против часовой стрелки. Но они все равно делали это в качестве паломничества в Иерусалим. Поэтому Кааба, которая находилась в Мекке, происходит из-за Иерусалима. Но это еще лучше. После 7-кратного обхода они бегают туда-сюда между Сафой и Марвой, двумя горами, которые находятся там. Взгляните. Похожи ли они на горы? Их высота всего около 20 футов, по ним можно лазить как дети. Это не горы. Это скалы. Они называются Марва и Сафа. И мусульмане бегают туда-сюда 7 раз. Почему? Потому что Агарь находится в пустыне. Ее выгнал из Мекки Авраам, который живет в Мекке. У нее закончилась вода. Ей нужно найти воду для Измаила. Она бежит фактически 7 раз между двумя горами. Друзья, они не похожи на горы. На самом деле, подождите минутку. Они находятся всего в 100 футах от Каабы, которая расположена в центре Мекки. Если она в пустыне и не может найти воду, то что же она делает всего в 100 футах от нее? Почему бы просто не постучать в любую дверь и не принести воды соседям? Вы видите, что здесь есть проблема, друзья? Это не настоящая Марва и не настоящая Сафа. Это не более чем фальш. Это не больше, чем если бы вы поехали в Лас-Вегас и увидели там Эйфелеву башню, верно? Это не оригинальная Эйфелева башня. Вы увидите там пирамиду. Это не оригинальная пирамида. Это не более чем копия. Это то, на что вы смотрите. Так где же оригинальная Марва и Сафа? Не, хотя некоторые думают, что в Петре вам нужно отправиться в Иерусалим. Отправляйтесь на гору Мория, где находится храмовая гора. Как по-арабски называется море? Марва, спуститесь в долину Кедрон и вернитесь на гору Скопус. Так поступали все паломники. А как по-арабски называется гора Скопус? Сафа. Так что изначальная Марва и изначальная Сафа находятся в Иерусалиме. Благослови Господь мусульман. Все, что они сделали, это плагиат. В исламе все плагиат. Когда вы смотрите на Хадж, вы видите, что Кааба это плагиат. Вы можете увидеть, что Сафа и Марва это плагиат. Вы можете увидеть, что гора Арафат это плагиат. У меня нет времени вдаваться в подробности. Вы можете увидеть Джамарат, где они бросают 49 камней. Почему 49? Потому что это умножение семи, которое является священным числом в иудаизме. Они просто плагиатели у христиан. Посмотрите на колодец Замзам. Это то же самое слово, которое используется для колодцев в Силуаме, в Силуамском бассейне в Иерусалиме. А потом мы доходим до черного камня. Слава Богу, это не плагиат. Что там делает черный камень? На восточном углу Каабы каждый мусульманин, совершая обход, целует этот камень, чтобы ему простили грехи. Кто может простить грехи, кроме Бога? Это идолопоклонство, друзья. И это в самом сердце ислама. Само средоточие ислама основано на идолопоклонстве. Если мусульмане говорят, что Бог один, то что тогда делает там этот камень? Он не из Иерусалима. Понимаете ли вы это? Я не буду углубляться в эту тему, потому что вижу, что у меня заканчивается время. Мне нужно продолжать. Посмотрите, зайдите на Thunder Films. У нас там все есть. Сейчас мы распаковываем все эти материалы, чтобы вы могли их увидеть. Но что вы видите? Никто не смог найти Мекку в Коране. Кроун практически развенчала теорию торговых путей. Гибсон развенчал Киблу. Кроун не только развенчала это, но и развенчала карты. А затем мы развенчали основу торгового пути, проходящего через Красное море. И, конечно, пять этапов хаджи. Хотя Мекка существовала со времен Адама и Евы в Суре 7, стих 24, до 741 года о ней нигде не было никаких свидетельств. И все, что мы сейчас находим в Мекке, раньше можно было найти в Петре. А теперь еще раньше, в Иерусалиме. Вы готовы к Мухаммеду? Что мы знаем о Мухаммеде? Ну, последний и величайший пророк согласно исламу, образец ислама для всего мира, получил Коран и имеет последнее откровение. Все, что мы знаем о нем, мы можем найти в Сире Ибн Хишама. Но, как я уже сказал, похоже, что она происходит от немецкого ученого по имени Вюстенфельд и в хадисах Бухари. У нас нет ничего от Аль-Бухари до XI века, а восемь из девяти его томов появляются только в XVI веке. Та же проблема возникает и с Кораном, к которому мы перейдем чуть позже. Упоминается ли он в VII веке, в период, когда он якобы жил? Если он существовал, кто-то должен был знать о нем, верно? Или что-то о нем рассказать. Поэтому начнем с монет. Потому что монеты, если к Васе приходит какой-нибудь халиф, первое, что сделает халиф или король, отчеканет монеты со своим именем, со своим изображением, а также с тем, какому номиналу он принадлежит, какой религии он принадлежит и с датой выпуска монеты, верно? Так поступали все в те древние времена, потому что у них не было газет, не было телевидения, не было радио. Они знали, что все будут соприкасаться друг с другом. Ну что же, давайте посмотрим, где находятся монетные дворы. Согласно исламу, все, что делали халифы происходило в Медине, которая находится на юге, в Хиджазе. Но когда вы посмотрите на монетные дворы, обратите внимание, где находятся все монетные дворы. Сегодня все монетные дворы находятся в Сирии, Иордании и Израиле. Это западные монетные дворы. А что насчет тех, что на востоке? Все они находятся на территории современных Ирана и Ирака. Там, где они должны были находиться, нет ни одного монетного двора. Все монеты были отчеканены слишком далеко на севере. Разве я не говорил этого раньше? Слишком далеко на севере. Что интересно, если посмотреть на сами монеты, то можно сделать вывод, что ни один из этих монетных дворов не находился в Хиджазе. Вместо этого они были слишком далеко на севере. Возможно, потому что Хиджаз был пустыней без воды. А там, где нет воды, вы знаете, что происходит дальше. Давайте посмотрим на монеты, ведь их чеканили люди, жившие в то время. Они были лидерами. Обратите внимание, что когда вы смотрите на монетные дворы, на монеты седьмого века, шестьсот двадцатого года, шестьсот тридцатого года, шестьсот сорокового, шестьсот пятидесятого и до шестьсот шестьдесят первого года, вы замечаете, что почти все монеты христианские. Посмотрите на кресты на них. Вот что вы делаете. Вы ставите крест, если вы христианин. Мы не можем найти ни одной монеты начала седьмого века, которая имела бы хоть какое-то отношение к исламу, к Мухаммеду, Корану или к Мекке. Вообще ничего. Поэтому, когда мы переходим к Муави, который является первым халифом по исламу из династии Амиядов, Муави — первый халиф. Посмотрите на его монеты. Предполагается, что он был хорошим мусульманином, верно? Но посмотрите. Что у него над головой? Крест. Посмотрите на эти две, которые справа, посмотрите на два нижних. Это Муави. У него над головой крест. Он держит крест в руке. На обратной стороне монеты написано слово «Мухамма», то есть «Мухаммед». Это первое упоминание о Мухаммеде вообще где-либо. И это в 663 году. Возможно, что он Мухаммед? Нет. Что означает «Мухаммед» на арабском? Восхваляемый. Так кто же этот восхваляемый? Ну, если он держит крест, и у него есть крест, то кто, по-вашему, тот, кого хвалят? Как его имя? Иисус. Спасибо. Давайте докажем это. Перейдем к надписи, которую сделал Муави. Это надпись «Муави». Здесь есть его имя. Он называет себя «Слугой Бога», «Командиром верующих». И что у него там в левом верхнем углу? Крест. Так, для кого он раб Божий? Для каких верующих? Для христиан. Он был христианином, друзья. Все монеты говорят об этом. Они не врут. Это седьмой век. Он правит до 680 года. А затем в 685 году к власти приходит Абд-Аль-Малик. Именно на Абд-Аль-Малика нам нужно обратить внимание. Потому что он вводит новые монеты, на которых появляется шахада. Есть только один бог. И Мухаммед его послание. Помните? Мухаммед — это титул. И он означает «восхваляемый». И что же он делает? Из-за того, что он выставляет это на всеобщее обозрение, Юстиниан II вступает с ним в войну. Он византийский император. Абд-Аль-Малик побеждает в битве. И он помещает эту монету с изображением себя как победителя. А я и не знал, что на монетах можно изображать себя, если ты не мусульманин. Так что очевидно, он не мусульманин. Очевидно, что этот Мухаммед, который там изображен, не имеет к нему никакого отношения. Он имеет отношение к Иисусу. Почему? Просто посмотрите на купол скалы, который он построил. Посмотрите на надписи на куполе скалы, который он построил в 691 году. Когда вы посмотрите на эти надписи, вы увидите, что все они нападают на божественность Иисуса, Его христологию, Троицу и Его сыновство. Все эти надписи. Не говори три, ибо Бог один, и нет у Него сына. Ибо истина Бог не рождает и не рождается. Одна из них находится в главе 4 стих 171 Корана. Другая в главе 112. Все они нападают на Иисуса Христа. А затем вы получаете, воистину есть только один Бог и тот, кого хвалят. Так кто же этот восхваляемый? Все дело в Иисусе, верно? Значит, восхваляемый – это никто иной, как посланник Бога. Он был христианином-антитринитарием, нападавшим на византийское христианство. Почему? Потому что они представляли для него наибольшую угрозу, как другая сверхдержава его времени. Затем он представляет эту монету. Это моя монета, я купил ее. Там нападки на Иисуса Христа. Друзья, это начало того, что позже стало исламом. Все было начато этим человеком. И все это было направлено против Иисуса Христа. Все это против нашего Господа. Монеты не лгут. Если вы хотите обратиться к надписям, то надписи показывают то же самое. Они найдены на севере, они найдены на юге. Ни одна из них не найдена в центре. Как вы думаете, почему их нет в центре? Нет воды. Там нет воды. Вот так, парень. Ты быстро учишься. Илка Линстед. Это тот, кто датировал. Тот, кто изучал камень и надписи, и он рассмотрел столетний период между 640-ым и 740-ыми годами. И он заметил, что все эти надписи, написанные на арабском языке, содержат формулы. Но они не имеют ничего общего с исламом. Это благочестивые формулы, которые имеют гораздо большее отношение к христианству. Только в 690-710-х годах в этих надписях появляется пророк Мухаммед. Мусульманские обряды, такие как паломничество, молитвы, посты, появляются примерно в 720-м году. А Мухаммед как человек, народ, называемый мусульманами, и религия, называемая исламом, появляются только в 730-м году. Это более 100 лет после Мухаммеда, если Мухаммед вообще существовал. Только со 730-х годов появляются свидетельства народной преданности человеку по имени Мухаммед как пророку и посланнику, что делает исламские традиции невероятно неуклюжими. Столетнее молчание, предшествующее этому, указывает на то, что ислам как отдельная религия существовал лишь спустя долгое время после Мухаммеда, что ставит под сомнение его причастность к созданию ислама. Я быстро пройдусь по ним. Я просто хочу показать вам. Что насчет упоминаний о Мухаммеде в 7-м веке? Есть основные упоминания. Их четыре. Только четыре упоминания. Посмотрите на каждое из этих упоминаний о Мухаммеде во внешних источниках. Посмотрите. Он известен как Таяйе де Мухаммед. Мухаммед Таяйе. Кто такие Таяйе? Они были лохмидами. Они жили в Ираке. Поэтому очевидно, что восхваляемы из Ирака. Посмотрите, где находится Ирак на карте? Он находится на 600 тысячу миль севернее. А как же в 636 году арабы Мухаммеда, которые находятся в Ярмуке? Где находится Ярмук? К северу от Израиля. Что ж, очевидно, это слишком далеко на север. Мухаммед никогда не ездил в Израиль. Я не помню, чтобы он когда-нибудь был в Ираке. 660 год. Сибиос говорит об Измаилите по имени Махмед, который был связан с 12 тысячами израильтян. Прежде всего, это не соответствует истории. Не было никаких 12 тысяч израильтян, которые собирались воевать против византийцев. Такого никогда не существовало. Поэтому очевидно, что это подделка. Но, тем не менее, посмотрите, где это находится. Это далеко в Дамаске. Так что я не помню, чтобы Мухаммед был так далеко на севере. А затем Иоанн Бар Пенкая в 690 году говорит об учителе и лидере арабов, которого, очевидно, звали Мухаммед. О ком идет речь? Посмотрите, кем были арабы. Все они были христианами. Но в это время они не были христианами-тринитариями. Иоанн Дамаскин впервые идентифицирует и видит Мухаммеда, с которым мы начинаем знакомиться. И он действительно ссылается на него. Он говорит о Мухаммеде, который пришел со своими нелепыми доктринами. Приходит с четырьмя книгами. Книга под названием «Корова», которая теперь является сурой 2. Книга под названием «Женщины», сура 4. Книга под названием «Трапеза», сура 5. И книга под названием «Верблюд», которая является сурой ничего. В Коране нет суры «Верблюд», поэтому, очевидно, кем бы ни был Иоанн из Дамаска, это не тот Коран, который мы знаем сегодня. И Коран гораздо больше, чем просто три суры. В Коране их 114. Очевидно, это означает, что Корана в столь ранний период не существовало. Все упоминания о Мухаммеде в 7 веке относятся к Гази, Иерусалиму, Дамаску или Хири. Все они расположены слишком далеко на севере и, вероятно, относятся к другому Мухаммеду, восхваляемому. Теперь мы переходим к Корану, и вот тут-то все становится по-настоящему вкусным. Это лучший материал, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Если вы хотите пойти в туалет, можете это сделать, но вы все пропустите. Что ж, давайте продолжим. Что мусульмане утверждают о Коране? Первое. Он не сотворен. Об этом говорится в самом Коране, в главе 85 стих 22. Поэтому у него никогда не было никаких шансов на то, что кто-то из людей сможет его контролировать. Он был миспослан Мухаммеду между 610 и 632 годами. Это то, что они утверждают. Она была завершена Усманом в 652 году. Вот почему эта книга, которую я держу в руках, принадлежит Усману. И номер четыре. Коран не изменился за последние 1400 лет. Ни одно слово, ни одна буква не изменились. Вы слышали, как мусульмане говорят об этом? Каждый мусульманин говорит эти четыре вещи. Просто запомните эти четыре слова. Несозданный, Неспосланный, Завершенный, Неизменный. Это все, что вам нужно знать. Я еще вернусь к этому. Сейчас я собираюсь разоблачить эти четыре слова. Но я собираюсь показать вам кое-что еще лучше этих четырех слов. Подождите. Так что же утверждают христиане у Библии? Является ли Библия несотворенной? Нет, конечно. Она создана. Мы знаем, кто ее написал. Мы даже знаем авторов. Мы написали их имена на большинстве книг. Библия не была ниспослана. Она была вдохновлена Богом. Но не была ниспослана через ангела. Библия была полной. Так что да, мы можем сказать, что так и было. Дело в том, что у нас нет оригинальных манускриптов. Поэтому мы не знаем, что такое завершенность. Была ли она изменена? Да, частично. Мы знаем, где они были изменены. Мы знаем даже то, что мы поместили. Мы очень прозрачны. Мы указываем, где были добавлены стихи или убраны ошибки переписчиков. Так что мы это знаем. Мы очень четко это понимаем. И речь идет всего о 40 стихах из более чем 6000 стихов. Поэтому сегодня я не собираюсь разоблачать несозданное или неспосланное. Так как меня там не было. Я собираюсь разоблачить полноту и неизменность. Вот эти два. Вот на что я хочу обратить внимание. Что ж, я хочу найти одну полную рукопись Корана 7 века. 114 сур без изменений. И это то, о чем я спрашивал мусульман по всему миру. Я провел более сотни дебатов с мусульманами. И всегда просил именно об этом. Покажите мне хоть одну рукопись вашего Корана 7 века, которая не изменилась. Такую же, как и Коран, который я держу в руке. Куда мы можем обратиться, чтобы узнать о Коране? Мы должны обратиться к Сахиху Бухари. Помните, я говорил, что он умер в 870 году. Так вот, именно он рассказывает нам о том, как был составлен Коран. Вот что он говорит. Он говорит, что Мухаммед умер в 632 году. Коран не был записан. И, наконец, он был записан в окончательном виде во времена Усмана, Третьего Халифа в 652 году. Он разослал 5 копий в 5 разных городов. Мекку, Медину, Басру, Куфу и Дамаск. И эти копии стали канонизированным Кораном для всего мира в 652 году. Проблема в том, что почти сразу же другой Коран вытесняет тот, что был написан в Дамаске Убаем ибн Кабом. В нем было 116 сур. Это на 2 больше, чем есть в Коране сегодня. Другой был написан в Багдаде ибн Масуда. В нем было 110 сур. Это на 4 меньше, чем в современном Коране. Другой был написан ибн Мусы, 114 сур. В нем было так много различий. По словам Артура Джеффера, который проделал работу в этом направлении, если просто посмотреть на эти рукописи и сравнить их с сегодняшним Кораном, то можно обнаружить около 15 тысяч различий. Возникает проблема. Так как же мог существовать один Коран? В 7 веке существовало как минимум 5 Коранов из Мекки, Медины, Басры, Куфы и Дамаска. Мы не можем найти ни одного из них. И вот один из этих Коранов существует сегодня. Друзья, разве мы не говорили о сохранности 1400 лет? Как у христиан у нас есть Синайский, Александрийский, у нас есть Ватиканский. Они датируются 3 и 4 веком. Это на 2-3 сотни лет раньше Корана. Почему мы можем воспроизвести всю Библию? У нас есть 365 рукописей Нового Завета до 7 века. Почему они не могут создать хотя бы один Коран с 7 века? Вот в чем мой вопрос. Это они утверждают, а не я. Где эти пять манускриптов? Посмотрите на эти города. Они всегда были под контролем Ислама на протяжении последних 1400 лет. Так как же они могли их потерять? Довольно неумело. Вы не находите? Итак, прежде чем мы перейдем к рукописям, я хочу взглянуть на Кираа. Это чтение. Это, вероятно, самый разрушительный материал, который появился за последние несколько лет. Это оригинальные манускрипты. Я говорю оригинальные, потому что это самые ранние манускрипты. Когда вы читаете их, вы замечаете, что все вы можете читать по-арабски, но вы не можете. Почему вы не можете прочитать это? Потому что для того, чтобы читать по-арабски, нужно иметь точки и гласные. А здесь нет точек и гласных. А вам это нужно. Почему? Потому что в этих рукописях Самаркандской и Санской было 16 букв. Но сегодня вы не сможете прочитать их, если у вас нет гласных букв и точек. Сегодня существует 28 букв. Поэтому, очевидно, было добавлено еще 12 букв. Почему? Из-за точек. Теперь, есть 6 букв, которые не требуют точек. Алиф, Каф, Лам, Мим, Ну, Ха и Вао. Остальные 22 буквы требуют точек. О чем я говорю? Ну, посмотрите на один смайлик. Один смайлик обычно является корнем большинства букв в арабском языке. Если поставить одну точку вверх, получится На. Если поставить две точки выше, получится Та. Если поставить три точки выше, получится Фа. Если поставить одну точку ниже, получится Ба. Две точки ниже, у вас Я. На, Та, Фа, Ба, Я. Пять точек были добавлены в 8 веке, а не в 7 Теперь я могу это прочитать Но этого не было в 7 веке Не в тех манускриптах, которые вы только что видели Подождите, а как же диалектические различия? Чтобы иметь диалектические различия, нужно иметь три гласных Так что вам нужно иметь Дамму, которая является звуком У Вам нужно иметь Касру, которая является звуком И И Фата, звук А Они были добавлены только в конце 8-го, начале 9-го века Так что у вас возникает проблема Так как внезапно к власти приходит Абдмалик, который хочет создать Коран Потому что теперь он пророк А у пророка должна быть книга И что же вы делаете? Нужно заимствовать справа, слева и в центре Но проблема в том, что вы заимствуете на арабском языке А у вас нет никакого арабского языка, в котором есть точки гласные Поэтому вы решаете написать свой Коран со своими точками И называете его Хавс И вы решили написать Вы будете мужчиной Давайте представим, что вы сегодня мужчина И вы называете это Варш И вы решили написать свой Коран Вы ставите точки гласные там, где хотите Вы живете в Куфе А вы живете в Каире А вы живете в Дамаске И вы ставите свои точки, где хотите А вы ставите свои точки, где хотите. И вдруг у нас появляется четыре разных Корана. В четырех разных городах. И это начинает разрастаться. До X века существовало 700 различных Коранов. Вы меня услышали? 700 разных Коранов. По словам этого человека, который защитил докторскую диссертацию. Сейчас он возглавляет исламское отделение в Гарвардском университете. Шаддин Нассер. Он предположил приблизительную цифру. Потому что сегодня их там нет. Теперь возникает проблема. Все эти Кораны, ни один из них не совпадает. Это проблема. Поэтому Ибн Муджахиду, человеку X века, было поручено выбрать семерых. Но прежде чем мы это сделаем, обратите внимание, если точки будут стоять в разных местах, с разными гласными, просто с тремя разными маленькими смайликами, то получится 19 разных слов. Вот в чем сложность. Вот что он сделал. Ему было поручено выбрать семерых. И вот первые семь, которых он выбрал. Нафи из Медины. Ибн Кассир из Мекки. Абу Амар из Басры. Ибн Амир из Дамаска. Ассим из Куфы. Хамза из Куфы. И Аль-Киса из Куфы. Обратите внимание, что трое из них из Куфы. Один из Дамаска. Другой из Басры. А двое других из Аравии. Посмотрите на даты. Что вы заметили в датах каждого из них? Посмотрите на даты смерти. Каждый из них умер между 736 и 805 годами. Это означает 8 и 9 век. Знал ли кто-нибудь из этих людей Мухаммеда? Жили ли они вообще в том же веке, что и Мухаммед? Так как же они могли прийти от Мухаммеда? Это те семь, которые, как клянутся все мусульмане, пришли от Мухаммеда. Но никто не удосужился посмотреть на их даты. А я тот, кто должен указать на эти даты. Вы должны соединить даты вместе, друзья. И вот здесь вы поставите в тупик каждого мусульманина. Они понятия не имеют об этих датах. Это первые семь. Но этой книги там нет. Это Хафс. Это официальная книга для всего мира сегодня. Ее заучивают 93% всех мусульман. Хафс ан Ассим. Видите имя Ассима под номером 5? Он ученик Ассима. Что ж, в 1194 году от каждого из 7 учеников было выбрано по 2, чтобы получилось 14. В 1194 году их выбрал Аш-Шатаби. Теперь у вас есть 7 плюс 14. Сколько их у вас? 21. Я прав? Надеюсь, я правильно посчитал. Этого все еще недостаточно. В 15 веке, в 1429 году, другой человек по имени Аль-Джазари выбрал еще 9 для присоединения к 21. Таким образом, теперь у вас есть 30 разных Коран. Ни один из них не похож на другой. Но вам говорили, что есть только один Коран, верно? И тот, который был выбран Саудовской Аравией, это Хафс, которого вы видите здесь. Угадайте, сколько различий между Хафсом и остальными 29? 93 тысячи различий. 93 тысячи. Вы слышите это впервые, верно? Я надеюсь, что люди, которые смотрят, мусульмане, которые смотрят, слушают это, откажутся от своего Корана. Кто обнаружил их? Хатун Таш, моя коллега. Ее рост всего 5 футов 2 дюйма. Она из Турции. В Лондоне мы с ней 3 года стояли на лестнице в уголке ораторов каждое воскресенье. Это она нашла их случайно, потому что она ездила в Марокко, она ездила в Йемен, она поехала в Иорданию, зашла в книжный магазин и говорит, покажите мне Коран. А те ответили, а о каком именно Коране вы говорите? Она говорит, что значит, какой Коран? Они говорят, ну у нас тут есть Куалун, здесь у нас Хафс, у нас есть Варш, у нас есть Кесай, у нас есть Ибн Кассир. Она говорит, ну дайте мне их всех. Она привезла их в Лондон, показала мне. Я посмотрел на них и сказал, вот это да, и начал смеяться. Я думал, что все они были уничтожены в 1924 году в Каире и были выброшены в Нил. Очевидно, что нет. Вот они. Она нашла 26 из них. Она принесла 26 из них в уголок ораторов. Мы показывали их в 2016 году. Мы сняли это на видео. Это распространилось по всему интернету. Это разоблачило Коран в 2016 году. Видите человека справа, высокого мужчину с бородой? Его зовут Мухаммед Хиджаб. Он один из самых популярных людей в интернете. У него от полумиллиона до миллиона подписчиков. Он снимал нас на камеру. Он понял, что возникла проблема. Он быстро вышел из толпы и крикнул всем людям, идите ко мне, не смотрите на то, что они вам показывают. Не слушайте, что они говорят. Я все объясню вам. Ну, очевидно, что он объяснил все очень хорошо. Позже, 4 года спустя, ему показали эти материалы. Я не буду вдаваться во все эти материалы. Вы сами можете вникнуть в каждый из них. Вот, вы видите, хавс находится слева, а варш справа. В каждом случае это совершенно разные слова. Просто меняя знаки, меняя точки, вы не только получаете разные слова, вы получаете разные значения. Вы даже не получаете разные значения. Вы получаете разные доктрины. Вы получаете разные теологии и разные практики. Это закрывает Корану путь к сохранению. Очевидно, что все это сделано человеком В этом есть огромная проблема И вот, он пришел к человеку, который является ведущим авторитетом в этой области Яси Рукади, они живут в Хьюстоне И он сказал, у меня есть проблема Вот я протягиваю тебе руку с чистым листом бумаги Какой каран ты запишешь на нем? Какой из них вечный? Какой из них был открыт Мухаммеду? Скажи мне, какой из них? Помните, он был тем, кто объяснил всем мусульманам Он собирался объяснить им это Яси Рукади говорит Мы не говорим об этом публично Это самая сложная проблема для мусульманских ученых за последнюю тысячу лет Кадди говорит Мы с уважением относимся к Корану Есть определенные вопросы, которые мы не задаем Тогда Хиджаб спросил Это была та проблема, с которой вы столкнулись Когда в 1995 году в Ельском университете Получили докторскую степень по этому вопросу Это там у вас был кризис веры? А он ответил Не-не-не, не кризис веры, кризис знания Заметьте разницу Кадди говорит На Западе за последние сто лет ученые шагнули далеко вперед И они смотрят на тебя Указывая на Мухаммеда Хиджаба, который на востоке Они смотрят на тебя, как на императора без одежды Почему? Потому что в вашем стандартном нарративе есть дыры Какой нарратив? Стандартный исламский нарратив S-I-N В нем есть дыры Но мы знаем, что в СИН есть дыры Вы видите, что произошло? Это продолжалось 28 минут Это был реальный вопрос Это было интервью на 28 минут Он не знал, что мы все это смотрим Ясеркадий говорит Я никогда не говорил об этом в течение 25 лет Я никогда не буду читать об этом лекции Тогда Мухаммед Хиджаб протянул руку во второй раз Он говорит Ты должен сказать мне, какой из них вечный Потому что в Коране в главе 85-22 говорится Что эта книга вечна В Коране говорится в главе 10 стих 15 И в главе 18 стих 27 Что ни один человек не может изменить ни одного слова Или даже одной буквы В Коране глава 15 стих 9 говорится Что Аллах защищает свое слово Так какой же из них правильнее? Ясеркадий спустя 28 минут Наконец вынужден был сдаться Ему пришлось признать, что все они являются Коранами Все 30 Вы берете немного Куалуна, немного Варша, немного Хафса Просто смешиваете их И это тот Коран, который мы имеем сегодня И я начал хлопать Я смотрел это в прямом эфире Я такой говорю Ясеркадий, вы даже не представляете Вы только что признали, что существует 93 тысячи различий Я покажу вам вот эти два Вот два из них Вот Хафс, а вот Варш Вы можете купить их в интернете Это тот, который запомнили 93% населения мира А эту запомнили 3% населения мира Это из Египта Этот из Куфы в Ираке Между этими двумя книгами 5000 разных слов Я держу их прямо здесь Это уничтожает Коран В течение двух недель, если вы посмотрите на их сайты Там были сотни мусульман Они говорили Мы покидаем ислам из-за того, что вы сказали И наша кровь будет на ваших плечах Им пришлось закрыть эти комментарии В течение двух месяцев Им пришлось убрать это видео с обоих сайтов Но оно у меня Оно есть у Дэвида Вуда Оно есть у Хату Наташа И каждое 8 июня каждого года мы снова и снова поднимаем это интервью И показываем всему миру Вы не можете сказать, что это исходит от Бога Вы даже не можете сказать, что это исходит от Мухаммеда Вы даже не можете сказать, что это исходит от Усмана Все это было изменено и потасовано за последние 1400 лет Теперь перейдем к манускриптам Ведь манускрипты у нас действительно есть Так, у нас есть 8500 греческих рукописей 10 тысяч латинских бульгаты Еще 9 тысяч на 11 различных языках Это примерно 24-25 тысяч рукописей только Нового Завета Я прав? Просто скажите да Сколько ранних рукописей у них есть? Шесть Хотите их увидеть? Вот они Топ-капы из Турции Самаркандский из Узбекистана Маил в Лондоне Петербургский из Франции Аль-Хусейн в Каире И рукопись Саны, самое интересное, в Йемене Я не собираюсь распаковывать каждую из них Они всегда были предметом дебатов В 2014 году я провел дебаты по этим шести рукописям С ведущим ученым мира доктором Шабиром Али Он не смог ответить ни на один вопрос Потому что никогда не смотрел эти манускрипты У меня есть три из них Более того, одна из трех находится в моем офисе Мы их рассматриваем Знаете, что мы обнаружили? Ни одна из этих рукописей не относится к 7 веку Они относятся к 8, 9 и 10 векам Ни одна из них не похожа на другую И они не согласуются с тем Кораном, который мы имеем сегодня В лучшей из них, топ-капы, которая составляет около 99%, есть 2270 вариантов текста Если посмотреть на рукопись Сана, то в ней два разных слоя букв И в нижнем слое 63 стиха Только в этих 63 стихах 70 вариантов Вы видите, что здесь есть проблема? Я не буду рассматривать эти варианты Это углеродные датировки Когда вы посмотрите на датировку самой ранней рукописи Рукописи Сана Углеродная датировка этой рукописи показывает от 390-го до 550-го года Все они предшествуют Корану Они предшествуют Исламу И предшествуют Мухаммеду Это доказывает, что они не используют ради углеродного датирования Поэтому они создали эту книгу под названием «Бирмингемские фолианты» Или «Бирмингемская рукопись» Помните, это в 2015 году Это было во всем интернете Если посмотреть на «Бирмингемскую рукопись» То это всего лишь два листа бумаги спереди и сзади В ней всего 33 стиха И знаете что? Это все о семи спящих в Ефесе В Суре 18 Это не имеет никакого отношения к Исламу Речь идет о прото-евангелии Иакова Это не имеет никакого отношения к Исламу И об истории Моисея Все это было написано еще до Ислама Все они написаны на арабском языке И не имеют никакого отношения к Исламу Так что же происходит? Подождите Я хочу представить вам этого парня Доктора Дэна Брубекера Он был на нашей конференции в прошлые выходные Вы должны были прийти Этот человек недавно уничтожил Коран Благодаря вот этой книге Вам нужно купить эту книгу По сути, он вытащил мусульман из их мира И сказал «За последние 1400 лет здесь ничего не изменилось? Давайте посмотрим Смогу ли я найти изменения?» Он единственный, кто просмотрел все манускрипты И нашел вставки Вы можете видеть некоторые из них Он нашел исправление Там вы можете увидеть стертые буквы Он обнаружил переписанные ластиком буквы Вы можете увидеть их красным цветом Он также обнаружил перезапись без стирания Он нашел выборочные наложения В середине так много наложений Есть 8 различных наложений Что происходит в каждом случае, когда вы видите вставки Когда у вас есть перезапись Когда у вас есть любая из этих ссылок Эти различия Что происходит в каждом случае? Это сводится к стандартизации текста Хафса Это означает, что цензура продолжается не 1400 лет Она продолжается с 1300-х годов То есть в течение 700 лет они изменяли эти рукописи Чтобы сделать их похожими друг на друга Посредством выборочного наложения, переписывания и записи Мы спустились в уголок оратора Я хожу туда всякий раз, когда бываю в Лондоне Там стоит Хатунташ Женщина ростом 5 футов Которая уничтожила Коран Они стоят слева от меня И мы решили представить эту книгу там В уголке оратора Пока мы там находились Один из ведущих ученых справа Мансур Ахмед из Бангладеша Встал и попытался нас остановить Заявив, что Коран можно проследить вплоть до 7 века Я повернулся к нему и сказал Хорошо, вы можете это сделать Покажите мне, о каком манускрипте вы говорите Это точно не топ-капы Не самаркандский Это не петербургский Вы не можете использовать Хусейн Не можете использовать Майл И уж тем более нельзя использовать рукописи Сана Потому что все они относятся к 8, 9, 10 векам А какая рукопись относится к 7 веку? В конце концов, ему пришлось признать Что 96% Корана, который они смогли найти Относится к периоду одного века Это значит, что между 622 и 721 Или 719 годами Обратите внимание на 63 фрагмента, о которых он говорит Это фрагменты, которые он нашел Заметьте, мы рассмотрели каждый из этих фрагментов Ни один из них Это те, что я помещаю здесь Никто не пришел к какому-либо выводу относительно этих 20 Следующие 9 Они все после 719 года Так что эти 9 не стоит использовать А следующие 34 никто не исследовал Это означает, что в основном мусульмане просто создали рукописи Или фрагменты Большинство из них это всего лишь один или два стиха Они пытались составить 96% Корана И ни один из них не мог быть применен в период одного века Ислама О, мне это нравится Это так облегчает мою работу Таким образом, ни одна из них не является достоверной Поскольку все они либо поздние, либо условно датированы Либо не имеют никаких подтверждающих свидетельств Так откуда же взялся Коран? Вот эта книга Она была выбрана в 1924 году одним ученым по имени Мухаммед Аль-Хусейни Аль-Хаддад Почему? Потому что среди старшеклассников в Каире возникла такая проблема На все вопросы они получали 30 разных ответов Они пришли к Мухаммеду Аль-Хусейни Аль-Хаддаду и сказали «Выбери один» И он выбрал этот Что они сделали с остальными, 29-ю? Бросили их в Нил, как я уже говорил Они думали, что так от них избавиться Они не рассчитывали на хатунтаж Женщину ростом 5 футов Она решила отыскать их в 2013 году Тем не менее, выбор одного Корана был настолько удачным Что в 1936 году он был выбран в качестве Корана для всей страны Египет К 1985 году правительство Саудовской Аравии увидели, насколько успешной была эта модель И выбрали ее для всего мира в 1985 году Сколько людей постарше, которые жили в 1985 году? Просто поднимите руки Это значит, что каждый из вас, кто поднимает руки, сейчас старше Корана О боже, должно быть, вы чувствуете себя старым Теперь мы подошли к самому лучшему Это последнее И это прекрасно Видите ли, вы хотели бы знать, откуда на самом деле взялся Коран, верно? Я хотел бы знать, откуда на самом деле взялся Коран Потому что если вам приходится составлять книгу Вот, был выбран человек, который пишет книгу У вас нет ничего под рукой Что вы будете делать? Вы будете заимствовать, не так ли? Именно это и произошло В 8, 9 и 10 веках Но что же они заимствовали? Позвольте мне представить вам этого человека Доктора Гюнтера Люринга, немецкого ученого Он защитил докторскую диссертацию в 1970 году и изучил Коран Он заметил, что в Коране есть прекрасная поэзия И он подумал, я видел это где-то раньше Поэтому он убрал эти пять точек и три гласных И заменил их сирийскими или набатейскими точками Или набатейским сирийским Или сирийскими документами Снова поставил сирийские точки И снова поставил гласные И угадайте, что он обнаружил Что эти прекрасные стихи были христианскими гимнами Написанными христианами об Иисусе Христе Это было обнаружено в 1970 году В результате он стал таким позором для академических кругов Германии Что хотя и получил докторскую степень эксумим опус Которая является наивысшей оценкой, которую можно получить в Германии А это означает, что вы можете получить профессорскую должность В любом университете по вашему выбору Его выгнали из академии И он ушел в безвестность на 30 лет Живя на пособии с женой Я познакомился с ним в 1998 году Я увидел его, спросил Могу ли я увидеть вашу докторскую диссертацию? Я забрал ее в Англию Получил из Германии Перевели ее на английский Помните, когда он пишет, одно предложение может состоять из 400 слов Вот как это делают академики в Германии Мы приводили ее в порядок, чтобы люди могли с ней работать Мы перевели ее на английский В Германии ее не смогли, не захотели, не стали публиковать Так что ему пришлось издать ее в Индии Но благодаря этому вы можете увидеть ее прямо здесь Называется «Вызов исламу для реформации» Вон там, внизу, можете прочитать Затем он смог прийти в себя, потому что это было во всем англоязычном мире И он умер счастливым человеком в 2014 году Теперь доктор Кристоф Люксембург решил сделать еще один шаг вперед Он тоже немец, но это не его настоящее имя Потому что его могут убить за то, что он нашел Он решил сделать то же самое, что Гюнтер Люлинг Посмотреть на неясные отрывки 25% Корана никто не понимает Его не понимают даже ученые Четверть Корана не понимают даже ученые Знаете ли вы это? А вы можете понять всю Библию? Конечно, можете Когда Джеки Хипп приходит сюда, он открывает Библию? Пожалуйста, скажите «Да» Читает ли он ее? Разбирает ли он ее для вас? Применяет ли он ее в вашей жизни? Почему? Потому что вы понимаете каждое ее слово И понимаете ее по-английски, верно? Слава Богу за нашу Библию Но с Кораном так не получится С Кораном это невозможно Вы не можете понять эти 25% Так что же вы будете делать? Ну, он решил сделать то же, что сделал Гюнтер Люлинг Взял и подошел к каждому из этих отрывков Пройдя через 7 слоев Я не буду разбирать каждое из них Он прошел через 7 слоев Убирая гласные, убирая точки, обращаясь к лексиконам Ища и проверяя, сможет ли он найти какие-нибудь арабские слова Он не смог найти ни одного Тогда он перешел к сирийскому языку Снова поставил точки, вставил гласные Обратился к лексиконам сирийского языка И угадайте, что он смог найти? Он смог восстановить все 25% Все неясные отрывки он смог восстановить Но что же он нашел? Как только он взял арабский Коран И обратился к его арамейским корням Все темные отрывки оказались христианскими лекционариями Христианскими гамилиями И христианскими гимнами Каждый гимн из лекционария и гамилии Был посвящен Иисусу Христу Это не имело отношения к тому, что они нашли Но к тому, кого они нашли Друзья, существует 4 текстуальных эволюции Сегодня я не буду их перечислять Но вы видите, что мы делаем Я хочу задать тот же вопрос Корану И прийти к тому же выводу Помните, в самом начале я сказал, что мусульмане требуют от Корана 4 вещей Он должен быть вечным Он должен быть неспослан Он должен быть совершенным и неизменным Думаю, сегодня мы закрыли эту тему, не так ли? Мы бы не стали говорить то же самое о нашем Слове Божьем, Библии Но подождите минутку Разве Библия единственное Слово Божие, которое у нас есть? Разве у нас нет того, кого также называют Словом Божьим, Логосом? Иисус Христос Давайте применим эти четыре слова к Нему Вечен ли Иисус Христос? Первое Был ли Иисус Христос неспослан? Это номер два Иисус совершенен? Это третье Четвертое Неизменен ли Иисус? Абсолютно Все, что нужно мусульманам Есть у нас Таким образом, четыре критерия, которые мусульмане ищут в Коране, как в своем главном откровении Мы уже имеем в Иисусе Христе, нашем главном откровении Друзья, нам нужно привести их домой, к гораздо большему и лучшему откровению И как же его зовут? Чисус! Как зовут? Чисус! О, я люблю его, какое имя Давайте помолимся Наш Небесный Отец По мере того, как мы разбирали эти три области, мы изучали книгу, человека и место Мы также обратились к источникам Господи, когда мы смотрим на них и понимаем, насколько безнадежен и непрактичен Ислам Когда мы смотрим и видим, что это не человек, живший в седьмом веке О, было много людей, которых звали Мухаммедом, восхваляемым Вероятно, даже тебя так называли, когда ты был здесь Но, Господи, когда мы смотрим и видим, кто он такой, что с ним стало и что с ним сделали Это не тот человек, за которым я хочу следовать Когда мы смотрим на Коран и видим, что в седьмом веке не было Корана Не было даже города под названием Мекка Господи, все, от чего они зависели от этих трех вещей, мы сейчас, используя седьмой век, разоблачили Господи, они все еще хотят знать Тебя Они все еще хотят верить в Бога И хотят, чтобы их вернули домой Боже, мы единственные кто может это сделать Господи! Я хочу вернуть их к лучшему Богу, к большему Богу, к лучшей книге, к большей книге, к лучшему Иисусу, к большему Иисусу Я хочу вернуть их к Тебе, потому что только у нас есть противоядия, хотя мы разоблачаем их, это не причина Я не хочу просто разоблачать их в человека, Бога и книгу. Я хочу вернуть их к нашему человеку, Богу и книге. Господи, это то, что мы должны сделать. Атеисты не могут этого сделать. Куманисты не могут этого сделать. Потому что все, что они дают им в ответ, это нигилизм. Я люблю этих мусульман. Они мои любимые люди. Я работаю с ними уже 40 лет. Я бы не тратил свое время, если бы не любил их. Я хочу, чтобы они узнали тебя. И единственный способ сделать это — вернуть их к тебе. Какой же ты Бог? Бог, который входит во время и пространство. Какой же ты Бог? Бог, давший нам свое откровение. Какой ты Бог? Потому что пришел, умер за нас и воскрес. И это тот Бог, которого они должны знать. Господи, помоги каждому из нас, кто находится здесь, и тем, кто смотрит. Верни их домой. Верни их домой. Во имя Христа мы молим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...